Здравствуйте, уважаемые гости моих каналов, ученики и студенты, изучающие астрономию, а также все любители астрономии. В коротких понятиях, коротких видео мы обращаемся к астрономическим понятиям и сейчас мы обратимся к 113 термину маятник Фуко. Надо сразу же оговориться, что самый большой в мире маятник Фуко, длиной 98 метров с периодом 20 секунд, провисел в Исаакиевском соборе в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, с 1931 по 1986 год. То есть маятник Фуко это определенный инструмент для демонстрации суточного вращения Земли. Давайте дадим ему определение. Маятник Фуко это математический маятник, используемый для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли. Он представляет собой тело массой до нескольких десятков килограммов на гибком подвесе длиной до нескольких десятков метров. Верхний конец нити укрепляется в кардановом подвесе или на упорном шарикоподшипнике для свободного движения маятника в любой вертикальной плоскости. Наличие суточного вращения нашей планеты ответственно за постепенный поворот плоскости колебаний маятника относительно связанных с Землей ориентиров. Впервые эффект продемонстрировал в 1851 году физик Фуко. В настоящее время в мире имеются действующие маятники Фуко, которые используются в демонстрационных целях. Наблюдение за маятником Фуко является одним из способов решения занимательных математических задач. В частности, наш физик Капица так описывал наблюдение за маятником Фуко. Он писал, что астрономические наблюдения показывают, что на планете Венера полная облачность, так что жители Венеры лишены возможности наблюдать небесное светило. Опишите, каким методом они могли бы точно измерить длину своих суток. Ну, здесь мы сразу понимаем, что до этого очень помог бы именно маятник Фуко. Французский физик и астроном Леон Фуко впервые осуществил свой эксперимент в 1801 году 8 января ночью в погребе своего дома на углу улиц Аса и Важерар Парижа. Для этого он использовал маятник длиной 2 метра. В феврале с разрешения Арагу он повторил опыт Парижской обсерватории, удлинив маятник до 11 метров. Первая публичная демонстрация была осуществлена и в марте 1851 года в Парижском пантеоне. Под куполом пантеона он подвесил на стороной проволоке длиной 67 метров металлический шар массой 28 килограмм, закрепленным на нем острием. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях. Под точкой крепления было сделано круговое ограждение диаметром 6 метров и по краю ограждения была насыпана песчаная дорожка таким образом, чтобы маятник в своем движении мог при ее пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали веревкой, после чего веревку просто пережгли. Период колебаний маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунды. При каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляет около 3 миллиметров. За час плоскость колебаний маятника поворачивается более чем на 11 градусов по часовой стрелке. То есть примерно за 32 часа совершает полный оборот и возвращается в прежнее положение. Спасибо за внимание. Следующее понятие 114 будет посвящено нам термину кометный хвост. Хвост кометный. До свидания. Продолжение следует...